так добрый вечер добрый день у нас день так назовите чтобы сразу знать кто что и как я вам написал меня зовут александр фамилия моя барах живем мы возле дрездена в германии с женой с детьми у нас нас четверо маленьких детишек с нами живут а двое взрослых девочек уже отдельно и моя дочка еще две внучки имеют вот моя жена сзади а вот мой самый младший его зовут натан натанель нафанаил да кому как кто хочет так называть смысл один рады вас видит у нас все записывается выставляется в интернет вы не против нет абсолютно нет мы уже много рассмотрели роликов ваших выставленных и много обсуждали много господь много чего сказал через вас многое мы не понимаем ну я не думаю что одни мы не понимаем так хорошо я слушаю вас вы знаете дело в том что я не ожидал что у нас будет такое быстрое соединение у меня сейчас у врача как по-немецки говорится термин вы помните еще это слово помните слово термин может я не расслышал что это означает термин на немецком это когда вам назначает время вашей встречи помните на немецком я не это слово даже не слышал термин это назначение встречи врач назначает время когда я должен прийти у них германии называется этот термин тогда не было этого слова вообще не было ну может быть да и у меня дело в том что через час термину врача я очень хочу пообщаться но я не успею туда к врачу а в следующий термин не дадут через два-три месяца в германии вот так немножко сложно с этим насколько у вас время есть воспользуйтесь а я есть время есть только хочу чтобы у меня наташа уселась и немножко потому что суета это она не дает спокойно поговорить вы знаете у меня накопилось немного вопросов и я как сказать я вам скажу я люблю господа всем сердцем судя много я не понимаю вижу что господь нас провел так по жизни спас милость дал во многих случаях сейчас я вообще это все вижу что с 14 лет у меня была вот такая милость господня и моя жена тоже видит это но нас он привел в баптистскую церковь я не знаю почему я тут покаялся хотя первое мое покаяние было в 14 лет но я этого особо не осознал и не оценил сейчас уже вот мне 48 и после покаяния я конечно чувствую что я уже жить так как жил не могу и не хочу но борьба идет конечно серьезная потому что привычки остались привычками и многие вещи я думал что у меня это все уже ушло но знаете когда бьешь себя молотком по пальцу из тебя вылезает прошлый мир понимаешь что это не совсем так и вот у меня накопилось много вопросов почему в аптистскую церковь господь меня привел почему именно дал мне здесь покаяние потому что во многом я не то что не согласен во многом я не понимаю чувствую очень много системных вопросов церкви именно человечески крещение мы еще не приняли я на крещение подал полтора года назад полтора года это продлилась подготовка а уже когда пришло время стать перед церковью господь положил мне так на сердце что без жены я креститься не то что не хочу что мне надо подождать и вместе с женой креститься я вот не знаю правильно ли это но я это объявил церкви церковь сказала что крестить жену твою сразу вот так да без бесед без подготовки мы не можем поэтому придется тебе подождать если ты согласен я сказал да я согласен я буду ждать и я сейчас не совсем знаю правильно ли я поступил так это мое ли это решение или господа видите все сказали да вам что-то будет не вмещаемое что говорю но вы это уже не раз слышали вы говорите у нас баптистская церковь описку и православный бог не образовывал он один раз я образовал я создам не сказал буду создавать церкви а создам церковь мою одну единая церковь везде везде об этом едино крещение и поэтому церковь была создана христом духом святым в сионской горнице и доме корнилия вторая часть иудеи язычники все все остальное это уже на история нахлобучила нам шестнадцать восемнадцатый стих матфея говорится что и врата ада не одолеют ее врата ада врата это ворота через которые люди в ад ходят а что такое врата ада не с нас церковь то началась и не было так что допустим первый баптист джон смит 1609 году 17 век а в 1639 была образована первая баптистская община ее церковь никто и не называл 639 17 веке откуда она взялась врата ада не дали то что желание лучшего но только не в церкви а это я отдельно сделаю назову организацию какую-то и а таких-то организаций разных сейчас около двадцати одной тысячи библия одна вот у нас такой великий тут город и я сейчас не знаю в новосибирске восемьдесят шесть разных названий новая жизнь апостольские христиане и два слова соединят все пожалуйста благословенные богом все это название такое а никакого отношения к церкви то не имеет почему а связь идет только через епископат господь поставил апостолов апостолы рукополагают епископов епископы пресвитеров вот апостолы апостолы им замена епископы а чем отличается епископ от пресвитера ничем те же таинства кроме одного епископ может рукополагать как матка в улей пчел рождать а пресвитер не может он совершает все таинства литургии причащение крещение а теперь эти люди которые отдельно а то отделенная я их этих людей то с первого дня как обратился в шестьдесят втором году все время встречаю вопрос у меня например он сразу возник как так библия одна там где-то было только одних пятидесятников несколько толков именники они крестят во имя господа иисуса христа святую троицу не признают очень ревностные хорошие люди все и мне этот вопрос сразу сюда ударил как так я молюсь и он молится а где истина и мне не надо стало искать вот как будто господь мне раскрыл картину буквально в один день а вот последующие 55 лет я только углубляюсь в этом я понял без церкви нет спасения вне церкви нет спасения а почему бог так основал деяния апостола 2 глава 47 стих господь ежедневно прилагал спасаемых церкви не к секте не критикам церкви а ереси динаминации конфессии там все сатана придумал этих названий нет ни в библии не церковь не знала их 1600 лет их не было то сатана прикрыл слова ересь и когда встречается а ты какой динаминации нужно спрашивать правильно ты какой ереси относишься какое название то ереси если ты не в церкви ты вне корабля об этом говорит апостол пет первом послании 3 глава так и ныне и поясняет говоря о ноевом потопе церковь это корабль вне корабля нет спасения если этого не так как они рукополагали и пришел говорит и рукоположили через рукоположение апостолов исходит дух святой вы передо мной сидите но я как бы разговаривать с кем-то чтобы не так вас сильно толкнуть вот сейчас мы встречаемся с людьми разных там ересей я спрашиваю а когда вы возникли да какая разница то есть уже все змеи шуршит в траве его надо вилами поддевать почему мы можем прямо сказать вот у нас определенное вот я насчитал жития святых жития которые канонизированы с первого века 365 дней в году 12 месяцев и 12 книг называется жития святых я их начитывал на них составил симфонию моя симфония на пока единственной в мире это 1173 биографии это те которые занимают объем больше полстраницы а 100 которые меньше там еще еще есть как этим словам и у них у всех биографии жития но то написать можно бумага всего терпит говорят нет не так меня судили люди тайно записаны магнитофон это было 76 году 76 году в июле августе меня судил краевой суд здесь они записывали я записывал а теперь когда я вернулся а я политзаключенный реабилитирован имею право затребовать дело которое на меня там писала секретарь ну со мной рядом сидит какой-то из юридического института студент чтобы я ничего не вырвал игру можешь не сидеть я не возьму ничего я верующий это но они бывают уйдут уже доверяют где-то и я там считаю что они написали она написано там и что у меня один к одному первые христиане когда их казнили то был такой климент римский ему апостол павел в послании к рим нам передает привет передавайте привет клименту от него осталось допустим два больших послания это люди были живые мы не можем сказать что церковь закончилась первом веке или двухсвятой перестал трудиться во втором веке такого нет но мы от апостольских времен вот люди ранее говорят я говорю тогда скажите пожалуйста как вы понимаете вопрос крещения так теперь как понимаете тысячелетие царство так то теперь скажите ваши люди в тринадцатом веке были они всегда были ну назовите нету а почему литеранство нет без лютера марксизма нет без маркса но это так понятно как раньше то где то у нас церковь идет оттуда вот допустим жития игнатия богоносца а кто такой игнатий богоносец это ребенок которого христос брал на руки говорил таковых и царство небесное его биографии он был епископом антиохии от него осталось шесть посланий от первого века если у вас есть грамотные люди они подтвердят так скажет так есть его оклеветали перед императором его отправили в рим и бросили на арене львам его львы съели игнатий богоносец это первый век от него остался епископ который он рукоположил руки возложил а почему через руки а разве нельзя так просто молиться и нам не надо бы от этого думать бог так постановил вот мы считаем допустим деяние восьмая глава и в самаре многие обратились еще это ничего не говорит обратились покаялись а почему там проповедовал филипп филипп есть апостола есть диакон это диакон был а через диакона дух святой не сходит бог сам это делает и поэтому апостолы во время гонения остались в иерусалиме а рассеявшиеся ходили благовествовали 8 глава 4 стих они не сидели на месте у нашей жизни что-то не совмещается это все нет благовестия нет этой ревности полной ревности огненной и теперь что апостолы находятся в иерусалиме и они ничего не стали спрашивать по мобильному телефону еще нельзя было говорить и они сразу пётр и ам встали пошли в самарию а зачем потому что все апостолы в иерусалиме а дух святой сходит только через них это бог установил и мы не можем богу диктовать бог установил так что есть мужчина и женщина мужчина женится на женщин мужчина на женщине а сегодня там какие у вас в германии то какие идут манифестации то сколько это садовитов то но но так мы должны знать что мы подчиняемся богу божьему установлению божьему апостолы пришли возложили руки и сошел дух святой 8 глава когда я беседую с разными тут сектантами еретиками я говорю скажите почему апостолы пошли они не могут ответить они знают что мы все здесь 12 а там проповедь была человек обратился как у баптистов но им не хватает присоединения к церкви и они встали пошли никаких разговоров не было они только написано услышали что там пробуждение пробуждение апостолов нету епископа нету я неоднократно говорил об этом если бы баптисты пришли в сознание что они не церковь вот вы не рассказали наша церковь она не церковь она не может быть церковью церковь от нас апостоловских времен если бы были католиком церковь григорина мянами церковь копты сирийцы православия церковь все пять вот пять сильных за которыми гран ничего нету я задаю снова вопрос скажите ну я в пяти университетах вел занятия одновременно на доске расчерчиваю преступление другая договора по наказание а тут сидят и юристы большого звания я говорю десять суток но это что-то сделал там обматерился или что-то дальше год это серьезнее это может быть жену побил даже или что-то еще там я говорю пять лет о это уже воровство пошло я говорю смертная казнь тогда была смертная казнь но это знаете это с малолетками что-то может быть измена родине я говорю правильно а живьем в ад а разве такая статья есть я говорю есть чисто 16 глава единственный раз во всем мире бог показал что за грех так большего греха нету живьем в ад и при том согрешили мужья жены пошли с ними дети преисподнюю скотина шатры все вы помните дофана верон и корей а это павел пишет первом послание коринфянам 10 глава 6 11 стих это были образы для нас чтобы мы не были походливы на злое это не не им уже касается павел говорит нам перечисляя отрицательных героев он указывает это к нам к нам нам достигших последних времен веков я тогда спрашиваю скажите вот живем в ад что написать здесь преступление какое юристы не знают я говорю отделение церкви отделение себя не назвали церковью да мало что вы назвали то какая же вы церковь церковь однажды создана и они живем в ад дофана вероны корей чисто 16 глава а это была тень будущих благ чтобы никто на это не посягал я когда узнал какие баптисты то другое я в один день бы перешел туда потому что православие столько вот все это везде за деньги все мамоны но не церковь а вне церкви нет спасения я говорю я баптистам говорил сейчас закончу говорю вы сделайте так ну я в больших собраниях у них проповедовал сколько лет там пресвитера сидят старший пресвитера назывались раньше епископы изберите из себя самых хороших вы можете избрать три человека до делать нечего только чтобы все согласились их слушаться и пойдите к папе римскому или к патриарху и попросите чтобы вам рукоположили в епископы они сначала их рукоположат диаконы на следующий день пресвитеры на следующий день третий день в епископы и вы тогда своих всех перерукоположить его выйти церковь рода и близкие без этого невозможно нельзя так но меня это не касается мы верим я верю господь со мной во мне дух святой ты можешь говорить день и ночь заливаться но ничего там нету это самообман и это люди понимают сейчас две тысячи человек в америке обратились православия ну может быть вы считали питер гилквист и называется книга а вы запишите себе питер гилквист вам будет очень интересно еще раз повторите как питер питер это петр по-английски питер гилквист называется возвращение домой возвращение домой и они стали видеть что-то в америке в америке они видят что что-то не то горит мод верим все один еще не от грехов избавиться не можем но почему что у нас не так и они тогда решили так собрались вместе и сказали давай ты год занимаешься литургией как причастие совершать как вечери по-вашему он занимается и как бы не просто занимается история берет с первого века засел библиотека в течение года другой вот запиши сейчас питер гилквист в интернете зарядить его там увидите книгу его и все и называется возвращение домой другой занимается крещением как преподавалось а другой рукоположением они 110 человек допустим и целый год занимается а потом когда сошлись и все одинаково говорят так мы никто мы никакого отношения к церкви не имеем заметьте когда начали исследовать мы когда баптистам сказали исследовать они поехали и в германии в голландию там симон менон другие нигде нету а лютер а лютер не был епископом простой монах и они все присоединились их сразу около 60 каждый дьяконов рукоположили то а теперь они присоединились греческой православной церкви а все молодежь такие ревностные были но в конце концов они увидели они никто возвращение домой называется к церкви и поэтому относительно крещения и киприан карпагенский 4 век скажет а кто он такой это великий муж был когда-то самым главным колдуном востока обратился к богу покаялся кровавое крещение было сатана его окровавил он обратился к богу а потом он будет мучеником его как казнят будут пытать и он оставил труды свои киприан карпагенский поэтому вне церкви крещения есть осквернение кто не имеет церковь матерью у того нет бога отца это его изречение киприан карпагенский то есть я спрашиваю допустим с баптистами скажите во втором веке кто пусто ну как вы понимаете вот я их учение это хорошо знаю в третьем четвертом пятом пятнадцатом никого ну назовите если вы уже так говорите мат апостольских времен назовите а у климента римского было шесть нотариев нотариев это скорописцы и когда кого-то казнили они стояли в толпе и все запоминали а потом писали а когда при константине великом уже церковь стала православной православной господствующей как бы тогда архивы все государственные перешли в церковь и там стали сравнивать когда казнили и как у церкви записано один к одному что записывали те что они отвечали и как есть это не выдумка какая-то это подтверждается я когда вернулся я под пришел суд подал заявление покажите мне я сел и все выписал у меня книга вышла для слова божи не туз дословно от запятой до запятой в кавычки вот первый вопрос быть церкви а остальное что ждать когда вместе желательно желательно так ну я не знаю почему не вместе то жена все принимает и больше ничего не надо она с мужем полностью согласно если это в церкви было бы я бы ответил так ну я вообще нас господь так как мы соединились и так как у нас и дети родились то мы сейчас видим что мы не заслуживали этого то что господь нам дал абсолютно не заслуживали но он им нам дал и мы видим вот сейчас вот просто практически каждый день через день мы видим обязательно руку божью что вот это вот но не может человек не можем мы сами это сделать это явно рука божья и почему вот именно сюда он нас привел я смотрю в баптист к баптистской ну можете я не буду тогда говорить церковь будут говорить община да да дом молитвы я смотрю люди есть искренне любящие бога на искренние поющие песни искренне кающиеся люди и допустим но вот я чувствую по сердцу что я мне необходимо крещение я понимаю что мне надо крещение принять я его очень желаю я хочу заключить действительно этот завет с богом это как как я не знаю для меня это очень важно сейчас церковь вы говорите я понимаю но нам германии куда же мы пойдем держим здесь искать церковь а я в цепи хочу быть я каждое воскресенье хочу быть не только в воскресенье я в течение недели я хочу пребывать на службе и слушать слово божье и а куда сходить тогда но я не знаю где вы от зоны берга далеко еще раз зоны берг зоны берг зоны берг я не знаю даже такого города это больше это бавария да я сейчас не знаю мы у них останавливались не один раз они приезжали у нас крещение принимали здесь зоны берг да из германии приезжали с франции по компьютеру где это ну увидите там где-то недалеко от этого нюрнберга да да это значит ну нет ну да это бавария но в принципе это не так сильно далеко от нас где-то 400 вот они православные они были какие там неизвестно у бактистов тут руководитель молодежи был приехал он минонит немец фаст генри генрихович брат у него вильгельм они все там грамотные он закончил физик математик и преподавал в университете приехал барнаул а у нас некоторые обратились из баптистов а мы им сказали вы не выходите оставайтесь там они причащаются у православных все но оставайтесь там кому-то что-то подскажите сделать это и они ему рассказали что барнауле есть человек православный знает библии и он пришел пришел один раз мы сели вечером я не знаю сколько времени было мы закончили в пол пятого и он стал уже православный принял крещение православии закончил семинарию академии сейчас он доктор богословия в абакане немец менонит для родных всех это была потеря а потом и брат обратился и сестра и мать и сестры все стали православными немцы они увидели год ну я говорю скажи какой у вас такой стих который вы мертвый стоял не поколебаться ну он говорит ну что у нас крещение мы же баптисты я говорю давайте о крещении беседовать в крещении что вам дает ну завет с богом заключить а еще что но больше ничего не то я говорю крещение это омытие грехов омыть и смыть грехи да нет но я говорю запиши только запиши крещение не дает ничего кроме обещания а по нашему что крещение дает омыть и от грехов ну крещение не сектантское какое-то эритическое в церкви еще раз говорю пять ты скажешь но мне не нравится православие католики рядом католики а значит нравится не нравится я просто хочу быть в той церкви где господь но и который идет о господь то что идет от апостольских времен которые сохранили рукоположение вот я о чем говорю это главное ну и что он говорит крещение мы стали говорить он он доказывать его определенно запишите что крещение нет прощения грехов но нет записал но назад уже ходу не будет если вы увидите что это не так вы сразу ставьте ложь но он согласен честный человек юноша неженатый игры считаем деяние апостолов 2.39 2.38 запишите 2.38 деяние апостолов апостолов спрашивает что нам делать мужи братья когда он их привел к сознанию что вы распяли его руками беззаконников христа он говорит покайтесь я говорю покаяние для чего для прощения грехов а крещение для обещания богу дурбой совести что считаем у вас далеко библия нет откройте деяние 2.38 надя извините пожалуйста надя не трогай его не трогай не нервничай его он играется вот считайте сейчас посмотрите внимательно мы конечно сидим библии открыто народу много мы в полпятого утра закончили встали он горит я православный 2.38 считайте слух говоришь слух это рассказал читай петр же сказал им покайтесь и докрестится каждый из нас во имя иисуса христа для прощения грехов и получите до святого для чего креститься не грехов для прощения грехов я грубо птицов когда прощение но человек вышел покаялся вот и теперь ты уже сколько покаялся то и теперь по их учению ты уже все спасены грехи ушли а это обман страшный обман сатаны не человека я говорю скажите вот саввы идет в дамаск чтобы хватать мучить людей согласны он идет и друг света сиял он упал что ты гонишь меня в их историю эту знаете теперь он покаялся три дня он прощенный или нет заходят к нему епископ ананья играть брат саввыл братца он назвал его слышите откройте 22 16 деяния послов 22 16 22 и так что ты медлишь все значит он брат он покаялся а грехи на нем я что разве добавил что-то крестись и омой грехи твоя мой что ты медлишь почему ты три дня медлишь ты можешь умереть ты в ад пойдешь что ты медлишь это не мои слова это дух святой говорит у баптистов совершенно неправильное понимание об этом они говорят покаялся грехи прощена а крещение для обещания богу доброй совести у меня тоже был разговор насчет этого и как-то вот они меня убедили в том что и так и так можно нет нельзя нет у бога все ну вот вот поэтому у меня есть смещение что и так и так невозможно здесь можно только понимать по одному это дорожка одна путешествие пилигрима джона бандиана чуть соронку свернула потом проснулся уже совсем не том конце 5 градусов отвернул все вы знаете что значит потерять я говорю баптистам назовите во втором третьем пятнадцатом веке никого нет у вас не было и церковь вторую бог не образовал что вы говорите а я чувствую мне бог помогает это же говорит любой адвентист они крепче баптиста берет субботу исполняют но он верит по-другому от них отошли свидетели иговы они тоже уверены они не бибель форшеры были гитлер их душил и сталин душил они более крепкие чем мы все но они вообще не христиане христос это какой-то архангел михаил троицы никакой нет и людей нельзя переубедить если они не верят славу боже они теперь сделали новый перевод а эту библию православные синодально отбросили но нельзя так играть тебя жизнь одна назад не вернешься переиграть ее нельзя будет у тебя тысячу детей тысячу лет жить бог это не спросит серахов прямо говорит у бога нет исследования о годах наших там будет исследование одно родился ли ты свыше движим или ты духом святым жил и все вопросы решал ли ты в молитве вот для меня эпиграфом стало сейчас псалом запишите псалом 118 164 стих эпиграф напишите пират то есть я ежедневно стараюсь это делать написано 2 секунды я подсоединю потому что выключится компьютер мы на батарею мы не подсоединили его давайте давайте сейчас выключится придется его заново стартовать псалом 118 164 стих прочитайте 118 164 164 это самый большой самая большая глава в библии надя дай мне салфеточку так слушайте внимательно спасибо всеми кратно где прославляю тебя засуды правды твоей все всем раз в день быть на молитве а что такое один раз один раз у нас такое ты святое это царю небесное и заканчивается очень нас считать а потом у нас вот называется четкий лесок и вам видно нет да это 100 поклонов это один раз и чтобы 7 раз в день встать на молитву как ян златоус это пятый век самый плодовитый самый знаменитый проповедник был у его труды у меня насчитаны мною на нашем видеоканале я каждый день выставляю по одному вы видели их не все ну не все хоть сколько-то слышали вот мы просматриваем периодически но это тут слушать надо а то там аудио насчитаны где-то если говорит давид царь при множестве дел государственных 7 раз в день становился на молитву то какое нам оправдание ночная молитва то есть или нет и павел говорит я в бдении в молитве в нужде павел перечисляет как он трудился то когда мы бодрствовали вот ко мне заходят я знаю что люди хорошие баптисты я говорю а почему посты никакие не соблюдаете церковь установила посты ну когда надо нужда тогда будем а какая нужда быть вопрос на вопрос еще ответить не могут а павел говорит постоянно в посте в посте я говорю а сам толстый такой разговаривает он прямо видно что и лишнее я говорю апостол павел говорит об этом я говорю смиряю и порабощают тело моё да вы проповеду и другим самому не остаться недостойным смиряю и порабощаю потому что тело наше это служанка а душа госпожа я говорю как ты смиряешь порабощаешь он горит а еще будут смирять я храм божий да не храм ягод уже домино пищи реповецкого комбината абсолютно право такие испарения зловония такое идет от переедающего как я затылка тебе что в жертву готовишь себя как баранов жирных выкатились от жира глаза их 72 псалом говорит иуда говорит без страха уточняют себя червям корм готовим то и верующим и да еще увеличается на другими такое самомнение библии то совсем не знают вот я открываю вам это семикратно в день вы найдите кто из ваших семикратно в день славит бога не за что-то не то что ты увидел там жена разродилась дети хорошие за суды за майданы за суды где бог карает что сын поехал и не вернулся машина опрокинулась что на работе случилась такая авария тебе позвоночник перебила лежит парализованный я за суды его прославляю готовы мы на это или нет это суды божий над нами совершается чтобы приблизить нас к себе чтобы молитва наша была искренняя горячая близкая бога сто лет тысячу живешь богу от разницы нету иные горы достигают совершенства в раннем возрасте и бог восхищает их это примуты соломона пишет ну вы знаете куда мы сейчас ходим куда вот господь нас привел я не могу сказать что эти люди здесь не делают этого они очень часто молятся и молятся искренне мы знакомы с многими семьями мы дружим с мы ходим мы дети к нам приезжают они мы к ним и мы это все видим и поэтому меня и но но я также вижу вот это вот человеческую организацию вот нежелание увидеть истину нежелание разобраться в истине я это тоже ощущаю и вижу это но что-то сказать что люди плохие или не стараются жить по библии практически стараются жить по библии тем более в германии сейчас вы представляете как это делать тяжело даже вокруг все против этого на зачем вы в германии быть возвращайтесь в россию к нам потеряевку мы сами-то с украины на сами-то с украины и та ситуация которая сейчас в украине политическая ну как как меня так она вообще не устраивает потому что это сплошное лицемерие и сплошной театр я не знаю для кого а если бы в украину пришел хозяин и действительно человек который бы хотел для людей что-то делать я бы в сегодня же бы по их украина это плацдарм всякой ереси все ереси через украину в россии идут к моему большому сожалению сейчас это так но я надеюсь что господь все а вы видите видели фильм сбежавший из ада нет а напишите сбежавший из ада это хороший фильм очень сильный как один решил проверить себя врач там и себе укол сделал в эту пограничное состояние узнать какое-то и получилось он в аду а в аду вот там людей хорошие играет очень много в аду вы сказали вот я знаю такие хорошие а однобит хорошими людьми главное для нас хорошее если связано с богом а такой фильм видели так какой изменяющий время запишите тоже изменяющий время это английские фильмы о том как все везде дается все хорошее но не связано со христом и он перенес вы же понимаете что баптистских церквях баптистских общинах не приветствуется смотреть любые фильмы какие-либо вы не думаете что это у них не приветствует считать святых отцов патрологии меня это 300 томов они очень необразованно а приветствуется люди трудились над этим а скажите кама грядеши видели фильм нет а вот запишите кама грядеши где-то в основном вас смотрим нет на кама грядеши запишите это первый век христианства как люди обращались к богу как их казнили пожалуйста как называется кама кама то есть к кама грядеши то есть куда идешь кама грядеши куда идешь да 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 это польский фильм но его поставили в то время кажется в америке вот этот фильм там несколько раз переставляли его это где-то он там 70-е годы более ранний я попрошу у вас прощения я должен бежать ну ладно все мы можем потом еще поговорить если у вас будет время а когда я думаю завтра во сколько с удовольствием вам вопросы задала я вам я вам скину сейчас данные когда вам удобно будет хорошо с богом как хозяйку то звать наташа а дочка там надя а у меня жена надя жена надя мы знаем на мышь в курсе надя у нас дочка катя старшая лиза то есть вы называли их по прихоти своей как понравилось так и так а как именно лиза лиза называли потому что жили в одессе и много еврейских имен было лиза а в церкви такой обычный календарь и в каждый день святые записаны да да мы видели вот как смотрите у меня брат старший самуил я игнатий моложе меня иоаким а иоаким это отец был дьявы марии она мария иакимовна у меня отец тихон брат амос и на ум понимаете называли так какой день попадает им не давали выбора там имен 5 10 бывало все идите с богом я сейчас кину материал вам чтобы вы вооружены были во сколько и как зайти с богом храни вас господь хороший какой мальчик-то глаза глаза с ты какой а ну с богом он будет истинный израильтанин да да благословит вас господь